В ожидании ярмарки и новогодних развлечений. Уже завтра во Владимире откроется наша новогодняя ярмарка. Традиция появилась в городе сравнительно недавно, но быстро полюбилась горожанам. И сегодня мы пригласили в нашу студию Наталью Литвинова, заместителя начальника городского управления по культуре и туризму, чтобы узнать, какие сюрпризы ждут владимирцев в эту новогоднюю ночь и в каникулы. Наталья Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, расскажите, пожалуйста, чего же нам ждать в этом году от нашей главной городской ярмарки? Ну, во-первых, счастья, радости, сюрпризов и новогоднего настроения, как, собственно, и каждый год. Мы каждый год пытаемся придумать что-нибудь новенькое. Но начну я, наверное, не с нашей ярмарки, а коротко скажу о том, что каждый год с 2012 года новогодние столицы России кочуют с одного города в другой. В 2015 году она была у нас, все это помнят, насколько это было грандиозно. И вот с тех пор мы пытаемся держать эту планку. И расскажу вам, мы были в последней нынешней столице новогодней в Туле. Мы видели открытие, мы видели, как украшен город. Я хочу искренне сказать всем нашим горожанам и гостям города, что у нас ничуть не хуже, вполне возможно, даже лучше. То есть мы остались внутри, в душе новогодней столицы России, как и в 2015 году. А вот если можно поподробнее про сюрпризы. Какие сюрпризы в этом году ждут Владимирцев? Чем отличается вот эта ярмарка от предыдущих? Ну, уже, наверное, вы заметили, что у нас на Соборной площади изменился ассортимент, если так можно сказать, аттракционов. Появились совершенно такие уникальные аттракционы, которые были заказаны специально под город Владимир. Это так называемый «бублик-кросс». Это возможность покататься как бы на ватрушке и на карусели одновременно прямо по снегу. Такое развлечение. Удивительный ветерок, который летом приносит одни ощущения, а зимой другие. Я считаю, что это тоже интересно. Новые паровозики. То есть очень много новых аттракционов. Можно покататься на хасках, на маламутах, прямо в парке Липки. Сейчас это возможно и в загородном парке сделать, и в парке Центральном. Но вот у нас на Соборной площади, рядом в самом центре сердца нашего города, квадроциклы и снегоходы для деток тоже будут. Это прошлогоднее такое приобретение. И нам понравилось, отклик понравился горожан. Поэтому будут кататься тоже. Что из сюрпризов? Конечно же, 22 числа в 14.00 мы откроем грандиозным концертом новогоднюю нашу ярмарку. И будем ждать в гости нашего дедушку Мороза, главного Владимирского деда Мороза. Он обязательно с каким-нибудь удивительным сюрпризом приедет. Он никогда просто так не приезжает. У него всегда что-нибудь новенькое. Будем с нетерпением ждать. Всех приглашаем. Новогодняя ночь не станет, наверное, сюрпризом, потому что она уже традиционная много лет. Мы обязательно включим прямую трансляцию, мы услышим президента, мы посмотрим первый канал. Вообще все замечательно и весело. И кто захотел бы справить новогоднюю ночь под главной елью города Владимира, то, пожалуйста, милости просим. А вот уже сейчас мы начнем традиционную такую дискотеку веселую, на которой можно будет потанцевать, чтобы не сидеть за столами, а просто на свежем воздухе как-то заняться немного таким развлечением, спортом. Ну а после Нового года какие центральные мероприятия, которые приняты у Владимира в эти 10-дневные каникулы? Каждый день. Вообще все новогодние праздники и выходные дни, начиная с 22-го числа, у нас обязательно на Соборной площади будет мероприятие. Помимо этого в парках города везде, на площади Победы изредка, на площади около ДКМ у традиционного мероприятия 4-го числа. То есть, в принципе, каждый день и не один раз в день, а два раза в день можно прийти на Соборную площадь и не только насладиться зимними катаниями, но еще можно посмотреть концерт, поиграть в какие-то игры. Помимо наших владимирских артистов будут из Мурома, из Иванова артисты, будет много новогодних сюрпризов и очень много подарков. Как их получить можно? Где? Ну вот, 22-го числа нужно обязательно прийти на площадь и поучаствовать в мероприятии. Во-первых, там Дед Мороз будет награждать всех победителей конкурса, который состоялся 18 ноября, в его день рождения. Я уже открою секрет, он с нами поделился этой новостью. Это 18 семей, это много, и в каждой семье несколько детей. Это были удивительные поделки, открытки с великолепными текстами. Они действительно очень старались, Дедушка Мороз их отметил. Подарки они обязательно получат прямо тут на Соборной площади. Ну а скажите, вот сейчас мы наговорили много информации, Герна, все-таки посмотреть подробную афишу всех наших праздничных мероприятий? Ну, во-первых, уже на всех остановках висит афиша, причем она висит в двух вариантах. Одна афиша – это все наши новогодние мероприятия, проводящиеся в учреждениях культуры, причем не только городских, но и областных. Там можно увидеть все расписания сказок, полную-полную подробную информацию. Вторая афиша – это ярмарочная афиша больших крупных уличных мероприятий, которые начинаются с 21 числа, с открытия катка, и заканчиваются 13 числом, забегом Деда Мороза. И еще, если можно коротко, кто в этом году будет на нашей ярмарке? Кто приглашен? Только Владимирские умельцы или будут опять-таки гости из других стран? Вот из других стран откликнулась Беларусь и Чехия. Так, Владимирская область присутствует, конечно же, и соседние области также приглашены и с продукцией промышленной, и со всякими снедью, со вкусностями. Все традиционно, как бы уже люди к нам едут, мы ждем. Я думаю, будет все замечательно. Спасибо вам большое. И я напомню, только что мы беседовали с Натальей Литвиновой, заместителем начальника управления по культуре и туризму администрации города Владимира. Спасибо.